Друзья, мы ждем, стелется, стелется. Мы ее отстегнули. Катя здесь находится, чтобы не переживать. Уже околоплодный пузырь отошел. Скоро будет выходить козляночки или козленочек, не знаем. Мы вам сразу покажем, кто будет первый. Это третий будет. Ну, друзья, большой живот не означает, что там много будет козлят, потому что у Катьки будет большой живот. Мы думали, она штук пять шурадет. Но она вот такого бугая шуранула. Так, вот курочка, друзья. Она вот смотрит туда. Вот она здесь сидит. Поразгребала, мы ей насыпали комбикорм и водичку поставили с лекарством. Пускай здесь посидит. Вот она смотрит. Или что-то она боится. Ну, плохо ей, друзья. Немножко лучше, а то она вообще прямо этот. Будем надеяться, что с ней все будет хорошо. Ну и, друзья, все, держим кулачки за жасминку. Прям весь процесс мы, я говорил уже в предыдущем видео, что мы... О, ложится, ложится. Видите, она отвязана, друзья. Она здесь. На этом мы и постелили соломку. Все схватки. Катька на нее не достает. Вот. Мы ее убавили. Так что, друзья, не переживайте. Все нормально. Ну, мы не первый раз. А убирать нельзя? Да, если... Да, да. Кстати, да, я сейчас объясню. Если мы сейчас Катьку уберем, жасминка начнет переживать. То есть они привыкшие козы, привыкли вместе. Даже вот бывало, мы убирали Катьку туда, да, Цезаря. Все, это как с ума сходит. Орет. Где моя Катька? Точно так же жасминку, когда убирали, Катька кричит, где моя жасминка? Они привыкшие. Хоть и дерутся, но привыкшие. Да, я тоже видел. Обращаю тоже внимание. Ну, друзья, ждем. Ждем козлят. И уже тогда, если все было получено, если она быстро охотится, то сегодня побудем уже здесь до 12, подоим. И будем утром в 6 часов придем. Короче, будем доить 4 раза в сутки. Где-то недели 3. А потом будем уменьшать, уменьшать. Но мы доим всегда коз 2 раза. И уже будем как бы утром и вечером, утром и вечером. Понятно, ее там недельки 3 будем раздаивать. Ой-ой-ой, вот видите, встала. Ой-ой-ой, стелит, стелит. Не так твердо. Все, друзья, ждем козлят. Друзья, Катя убрала все-таки курочку отсюда. Постелили сюда. Козлят будем сюда, если что, кидать. Ну, здесь все чистенько, все тихо, спокойно. И, друзья, я забыл сказать. Сейчас покажу ту курочку. Вон она, сидит в гнезде. Там уже цыплята полным ходом. Вон они выглядывают. И уже здесь и здесь будут. Все, это последние будут квочки, друзья. Больше не будем ставить. Ну, садить квочек. И, друзья, козлят пока нету. Хочу сказать, просто люди спрашивают иногда по поводу кем же покрыта жасминка. Может кто-то пропустил. Друзья, мы ее покрывали Серегой. Помните, брали? Катькиным братом. И, получается, мы думали, что она покрыта, но оказалось, нет. И, получается, мы потом покрыли цезарем нашим. Получается, здесь будут козлята от цезаря. Посмотрим, какие уши будут. Такие же. Нам самим интересно, друзья. У нас давно не было козлят. Видите? А ты ее опять пристегнула, да, Зай? Пока чистила, да? Она нервничает. Там она привыкла, она начинает ходить. Ну, если этот, мы, друзья, там карабинчик убираем и все. Да, если она начнет катиться, я ее опять отстегнула. Да, 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 все сделаем. Ну, друзья, надеемся, что цезарь будет все отцом. Посмотрим, что, кто будет. Мы уже давно с вами, я сам его говорю, Катя, интересно, кто же будет. Интересно вообще сильно. Да, 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 конечно, это не шутки, друзья. Это, ну, это огромная ответственность. Друзья, а Катька, ну, вроде бы, не пришла в охоту. Она покрывалась три недели подряд, орала. Вроде перестала орать. Ну, друзья, козы, это такое существо, что не так, как свинья. По ней четко видно, как бы, есть свиньи, что тихо гуляют. Ну, а козу сложно покрыть. Так что, такие дела. Все, друзья, ждем козлят. Друзья, первый пошел. Рыжий, наверное, какой-то. Посмотрим, будут там еще или нет. Но это не один, походу, будет. Не знаем еще кто. Я его только что... Он вот так вылез. Я его чуть-чуть потянул, помог ей. И все. И она дальше сама. Молодец. Все. Друзья, вот она его вылезает. Все. Но мы не мешаем. Пускай цезаревские. Уже мычи. Только вылупился, уже мычи. Друзья, я посмотрел козел. Это козел. Козлевич. Такой же, как Цезарь будет. Крикливый. Сейчас она его вылезет. И мы его под лампу, наверное, посадим, да? Да. Пускай греется. Сейчас я настрою ему лампу. Ой, такой козел. Друзья, сейчас полодина. Ну, где-то полчаса прошло, как она того провела. Может, минут 25. Она его уже вылезала, считай. И уже второй на подходе, друзья. Я уже говорил, что это козел. И у него, друзья, гляньте, как и у мамки. Вот, сережки, вот они. Гляньте, какие. Это жасминка, это я. Да. Друзья, ну, а вообще начала она в 7 часов. Ну, уже вот это вот пузырь вылез у него. Костя уже хочет кушать, пузырь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, еще один вылез. Не знаю, кто, только что прям. А ну, сейчас глянем, кто это. Это коза, друзья. Козочка, наконец-то. Это коза-дереза. Гляньте, какая. Лапки такие темненькие. Но она вылезет ее светленькая. А лапки темненькие. Маркиз, смотри, иди. Иди смотри, козлянка. Ну, друзья, живот еще есть. Там еще один козленок. Еще один будет, походу. А я посмотрела, ну, сохраняла, когда объявление, когда мы ее покупали, за нее все данные, чтобы помнить. Двойня была. Последняя у нее точно двойня была. Ну, посмотрим, друзья. Ждем. Мы все равно будем в сарае, пока она не выйдет. А у козочки есть? Подними голову. У козки, Сережки, есть у нее или нет? Нет, нет. Козель только оставил себе. Ушки тоже длинные. Да, у жосминки тоже длинные. Ну, висят, висят. На цезаря, цезарята. Все, цезарь всеотец, друзья. Еще, кстати, помните, говорили на цезаря, что он негодный. Друзья, просто с козами сложно. Ну, потом, я думаю, мы настроим, будет немножко лучше, друзья. Ну, смотря еще какая коза с белкой, у нас сложности, в принципе, не было. Вообще не было. Она сама проводила козлят. Мы сколько раз, я дежурил, утром приходим. Катя говорит, я же немножко глуховат. А Катя говорит, орут уже. Да, приходили. А я не слышу, захожу козлята. Они сухие уже были, приходили. А этот уже, гляньте, уже скачет. Уже хочет молоко. Ну, мы сейчас уже подоим, друзья. И будем пробовать. Попоем их и пойдем. И уже утром рано придем сюда. Гляньте, уже только вылупился, полчаса... А, уже упал. Я поражаюсь. Полчаса назад только родился, уже стоит. Все, через час уже будет тут бегать, что ли. Скачет. Гляньте, встает уже. Вот козел. Друзья, третий. А ну, кто это? Коза. Коза, друзья. Такая же. Две козы похожие будут. И козел. Только что, много вылилось с нее. Я убрал он туда. Но это мы завтра уберем. И этот. А этих уже сюда под лампу поставили. Сейчас покормим их. Будем пробовать. Вернее, будем пробовать. Кормить. Друзья, мы только что с Катей разговариваем и так думаем. У нас такого никогда не было. Максимум два козленка. И то, эта белка, два раза она, да, по двух козлях. А нет, три раза она по два козленка делала. Милка одного. Милка одного. Катька одного. А Жасминка шуранула троих уже. Ну, я не знаю. Еще не понятно. Вроде бы все. Ну, а там кто его знает, друзья? Эта шкатулка такая может открыться еще. Покажи, что ты хотел. Ну, друзья, здесь сережки у нее. У этой девки сережки тоже. Ну, та вторая крупная. И получается, она где-то в 10 начала. Ну, первая родила в 10. Сейчас 11 за час. Но мы еще побудем, пока последний выйдет. Будем находиться здесь. Ну, а ей сложно, потому что она с начала седьмого. Да, да, ну, уже начало, да. Процесс пошел уже где-то в начале седьмого. Для нее это сложно. Все, те он под лампой там прогрелись уже. Артисты. Да. Ох, какой крикливый. Это козлица крикливая. А козел лежит. Спит, прогрелся. Он самый первый появился на свет. А вот этот, друзья, вот эта вот девчулька маленькая. Она вообще, те двое вышли передом. А эта вышла, если бы, ну как, в каком-то мешку. Если бы не мы, мог бы задыхнуться. Пришлось. Я еле разорвал его. Это как и у свиней порося тогда бывает. Я еле разорвал. Ну все, вроде нормально, отошла она. Она так плохо дышала, тяжело ей. Еле-еле она запустилась. Ну все, нормально. Я не знаю, три штуки. Если она сейчас еще одного шуранет, я тогда не без понятия. Что-то да. А ну расскажите, сколько у вас там было. Кстати, друзья, нам советовали еще этот. Желали. Желали. А, советовали. Желали нам двух козочек. Вот они и получили. Пожелание сбылось. Ну, друзья, пускай сначала еще подрастут. Не знаю, но живот там у нее, конечно, еще один может быть спокойно. Хоть бы она нам не сделала семеро козлят. Друзья, пришел сюда маркиз в ящику. На, ложись, ложись. Давай я уберу ящик. За горелкой, друзья, я пришел. Так, ложитесь. А, надо закрыть холодильник. Доставал я только что ложку, друзья. А, вот она. Сделали. Сейчас. Так. Сейчас Катя уже подоет. Так, друзья, три штучки. Но послед выходит. Ну, не знаю, может еще. Живот большой. Может еще есть. Я не знаю. Вот. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Я не знаю, что я тут попадаю ее. Да. Сейчас, друзья, мы, как вы знаете, козлят забираем от козы, от любой. Сколько у нас коз было, мы забираем. Пошли подоимся. Так. Да, уже послед выходит у нее. Получается, вы видите, трое. А соска только два. Даже и хорошо, что мы всегда забирали. То есть у нас нет никакой паники. Сейчас Катя сдоет все молозиво. Сколько они попьют сейчас. Остальное мы заберем домой. И это первое молозиво все им скормим. Ну, кто-то больше скушает, кто-то меньше. Они, видите, две девки. Они. Вот это первый козел и козочка, они одинаковые. А вот та девка, вторая, средняя, вот она. Она больше не могу поднять, потому что здесь настроена лампа, друзья. Оно тут задавлено. А вот можно открыть. Вот они лежат. Ну, лампу сегодня только буду включать. В сарае тепло. На улице я вот так в футболке выхожу. Похолодало, блин, конкретно. Ну, короче, друзья, будем сейчас пробовать поить. Потому что кто держит коз, знает, что это процесс нелегкий. Что, не? Сейчас, сейчас, подожди. Она волнуется, а? Да, сейчас давай. Надо помахти, да? Друзья, подоили, я помог Кате подержать. На, Жасминка, а ну. На, ты проголодалась. Давай я тебе дам. А ну, осторожно. На, сено. Несколько дней будем давать и чисто сено. Люцерочки. На, кушай, кушай. Кушай, Жасминка, кушай. И сейчас попоем козлят, друзья. Вот столько получилось. Ну, где-то литр, наверное. Да, вот такое аж желтое молозиво. Гляньте, какая красота. Я на камеру не знаю, передает или нет. Да, аж желтое. Все, сейчас нагреем. По чуть-чуть будем греть. И постепенно будем давать кашу. Вот, друзья, гляньте. Он уже с первого раза, считай, умеет. Это козел. Самый первый. Все, видите, мы уже как бы специалисты. Самое главное подогреть. Они холодного пить не будут. Вот, его надо. Они не понимают. Короче, два-три дня это нам мучение будет. Ну, ничего, друзья. Одного дали Жасминке, чтобы она не психовала. О, пьет, видите. Вот так, все. Сейчас каждый попьет. По чуть-чуть мы каждому подогреем, попоем. Дождемся, уже послед почти вышел. Ну, не почти, я не знаю, какой он там будет. Но, выходит уже послед. Все. Да, пьет он. Бульбы пускает через нос. Все. Да, а мы же раньше не знали, друзья. Они, если оно чуть-чуть остыло, они его пить не будут. Хоть соски, хоть с тарелки. Но, самое лучшее и удобно поить с тарелки. Все, он попил. Он попил, сколько ему надо. И все. А холодное, хоть с голоду будет умирать, пить не будет. Вот, видите. Все, слава богу. А ну, подай мне вот эту. Розовую или красную? Красную, красную. На. Сейчас сестричку твою. Да. О, животик появился. Сейчас я покажу, поставлю. Да, да. Есть, есть. Все, все. Ну, сейчас будем поить. Сейчас посмотрим, сколько. Их-то трое. Ну, молозива, в принципе, должно хватить. Хватит. Хватит, да. Все, друзья. Будем мы поить. Заниматься уже завтра. Посмотрим, как они переночуют. Все вам расскажем. Так что, такие вот дела. Все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно. Пишите комментарии. Всем пока. Всем пока. Вот так мы подогреваем. И даем. Все, друзья. Всем пока.